Ну что, дорогие друзья, снова мы в телевизоре одновременно и на радиоволне 107.1 FM. Работаем в прямом эфире. Друзья, напоминаю, телефоны 320066, 321166. И мы сегодня будем говорить о предстоящем съезде дальнобойщиков, первом съезде. Дальнобойщиков, дорогие друзья, у нас несколько сотен в республике. Это труд очень тяжелый, очень невероятно важный. И вот про этих отважных людей мы сегодня будем говорить. И, собственно говоря, что делается у нас в республике для того, чтобы облегчить жизнь вот этих вот людей, дальнобойщиков. Итак, у нас сегодня в студии представители Минтранса Владислав Владимирович Романов, руководитель отдела автомобильного транспорта Минтранса Республики. Здравствуйте. Добрый день. И Иван Тимирович Махначевский, главный специалист Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, ну вот, собственно говоря, вот этот съезд дальнобойщиков, он первый. Скажите, пожалуйста, в каком ключе, вот почему вы решили все-таки его организовать, этот съезд? Добрый день, уважаемые радиослушатели. Распоряжением правительства Республики Саха-Якутия 13 марта этого года в городе Якутске будет проведен съезд дальнобойщиков Якутии. Будет проведен он в актовом зале Якутского института водного транспорта по адресу улица Водников-1. Данное мероприятие проводится в целях содействия развитию предпринимательской деятельности в сфере автомобильных перевозок грузов, достижению рациональной специализации и кооперации производства, формированию современной и эффективной инфраструктуры в данном сегменте. Владислав Владимирович, скажите, пожалуйста, давайте мы про дороги поговорим. Вот у нас дороги есть федерального значения, регионального и муниципального. Скажите, пожалуйста, вот за последние пять лет, да, вот скоро мы будем подводить итоги, ну, прошедшие пятилетки, сколько у нас, скажем так, дорог введено в строй реконструированных, может быть, новые какие-то дороги построили? Ну, имейте в виду... Ну, да, я вас понял. В период вообще с 10 по 16 годы у нас построено и реконструировано всего на территории республики 1127 километров автомобильных дорог, в том числе более 3000 погонных метров искусственных сооружений. После капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог введены в эксплуатацию участки протяженностью 2218 километров и более 7000 погонных метров искусственных сооружений на них. В целом у нас в последние годы наблюдается устойчивый объем финансирования развития дорожного хозяйства на территории республики. Так, у нас за период 2010-2016 года суммарный объем финансирования по федеральным автомобильным дорогам составил 73 миллиарда рублей. И, в принципе, вот по сравнению с 2010 годом у нас объем финансирования увеличился в 3,8 раза. Это выше среднестатистического роста по Российской Федерации. В целом по России этот показатель составляет на 0,6 раза. Если говорить о 2017 годе, то у нас, в принципе, объем доведенных лимитов по федеральным автомобильным дорогам составляет 16,3 миллиарда рублей. Будут в рамках федеральной адресной инвестиционной программы продолжено строительство и реконструкция переходящих объектов, на которых имеются высокие степени технической готовности. И отдельно по дорогам, по Лене у нас приоритетной все-таки задачей является к 2022 году доведение ее до третьей технической категории. У нас на сегодняшний день остается в переходном тип покрытия 322 километра автомобильной дороги. В этом году у нас планируется ввести более 11 километров автомобильных дорог по Лене. А третья категория-то какая? Самая высшая? Нет, самая высшая категория – это первая, но у нас нужно понимать, что в республике все-таки большинство дорог – это четвертая категория техническая, потому что интенсивность у нас не такая большая по сравнению с другими регионами. Ну, а в целом то, что по федеральной автомобильной дороге Вилюй у нас приоритетной задачей является ликвидация водных разрывов. То есть на сегодняшний день у нас для обеспечения круглодичной связью Вилюйские группы районов у нас остается построить 9 мостовых переходов. И, в принципе, мы планируем решить эту задачу к 2022 году и к столетию образования Якутской СССР. И, в принципе, в этом году, в октябре месяце, уже будет введен в эксплуатацию большой мостовой переход через реку Марха в Нюрбинском районе. У него протяженность составляет более 500 погонных метров. Ну, а по Колыме у нас все так же остается это доведение до нормативного состояния в 85% автомобильных дорог. Это поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 2019 году. Для этого нам нужно необходимо увеличить темпы капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог по Колыме. Ну, хотелось бы отметить, что в начале текущего года уже наш глава республики Егор Афанасьевич Борисов встречался с представителями Минтранса Российской Федерации и представителями Росавтодора, где наши предложения, в принципе, были услышаны и поддержаны. Поэтому мы надеемся, что вот эти вот показатели будут достигнуты. Также вот хотелось бы немножко рассказать, что у нас с 2014 года активно внедряется новая инновационная технология. Это холодный ресайклинг. То есть, что представляет собой этот метод? Это метод стабилизации грунтов. То есть, старое дорожное покрытие измельчается, затем смешивается с битумным или цементом, и получается новое дорожное основание. Благодаря этому методу позволяет увеличивать темпы капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и улучшать механические свойства дороги. У нас, если говорить о планах к 2019 году, то у нас уже запланированы по федеральным автомобильным дорогам порядка 750 километров по данной технологии ввести по капремонту и ремонту. По оригинальным автомобильным дорогам у нас все-таки приоритетной задачей остается строительство и реконструкция оригинальных автомобильных дорог Амгай и Кабяй. По Амгею это до поселка Усть-Мая к 2019 году, и по Кабяю это к 2019 году до поселка Кабяй. В дальнейшем оригинальная автомобильная дорога Амга планируется выйти к морскому порту Аян Хабаровского края и придать ей статус федеральной автомобильной дороге. Также у нас, благодаря тому, что у нас создан в 2012 году Дорожный фонд Республики Саха-Якутия, Министерство транспорта активно предоставляет субсидии муниципального образования на местные автомобильные дороги. И с 2012 по 2015 годы объем финансирования составил 6,3 миллиарда рублей на предоставление субсидий муниципальным образованиям. Кроме того, с 2014 года созданы муниципальные дорожные фонды. Благодаря этим дорожным фондам муниципалитеты сами могут выбирать себе приоритеты и строить, и ремонтировать свои дороги. Ну, в общем, вкратце вот так вот. Вкратце вот так вот. Очень много информации. Дорогие друзья, если у вас вдруг возникли какие-то вопросы по нашим дорогам, звоните к нам в студию, и представители Минтранса попробуют ответить на ваши вопросы. 32 00 66, 32 11 66. Мы работаем в прямом эфире. Дорогие друзья, ну, как бы сказать, 80% территории нашей республики, она, в общем-то, остаётся как бы на сегодняшний день труднодоступной всё-таки, да? Скажите, вот федеральные дороги, они, ну, более-менее как-то вот, если помните, помните, да, дорога жизни, это федеральная дорога Лена, трасса, которая прогремела на весь мир буквально вот несколько лет назад, когда были огромные там, ну, дождевые, в общем, вот эти вот потоки, смыли практически дорожное полотно в некоторых местах. И, ну, как в некоторых, почти вся дорога была такая ужасная. И сейчас ситуация там несколько другая. Но, знаете, вот это касается вот этих вот больших федеральных дорог, да? А те дороги, которые, допустим, идут вот от населённых пунктов уже куда-то вглубь, где практически только автоземниками можно добраться до... Вот в этом ключе что-то вот, ну, прорывного или что-то такого. Да, у нас вот по поводу муниципальных дорог, да, ещё хотелось бы добавить то, что у нас с 2011 года реализуется федеральная целевая программа устойчивого развития сельских территорий, благодаря которым мы с 2011 года 15 населённых пунктов обеспечили круглогодичной связью с дорогами общего пользования. И в целом ещё хотелось бы отметить, что по Дальневосточному федеральному округу республика единственная, кто получает средства, субсидии вот в рамках данной программы. И вы правильно сказали, что у нас действительно трудоступные территории. Ещё хотелось бы отметить то, что в этом году у нас, вы сами видели, какие погодно-климатические условия были, обильные осадки в северных арктических районах республики. И вот у нас есть подвинственное предприятие «Дорогие Арктики», которое благодаря тому, что они созданы были два года назад, они успешно сейчас работают в арктических северных районах. И благодаря созданию данного предприятия были обеспечены своевременные обустройства автозимников в сезонах автомобильных дорог. Ну, в целом, конечно, мы планируем все дороги когда-нибудь построить. Ну, дорогие друзья, вообще дорога, конечно, это основа любой экономики. То есть, как бы довезти грузы какие-то, добраться, в конце концов, выехать в какой-то населённый пункт, выехать в центр, выехать куда-то наоборот, к своим родственникам навестить. Это всегда дорога, да? И на сегодня автомобильный транспорт всё-таки один из самых, ну, скажем, доступных для населения республики. Но мы сегодня говорим про дальнобойщиков. Вот скажите, в каком ключе ведётся работа для того, чтобы облегчить их жизнь, их труд, всё-таки это действительно очень тяжёлый труд. И хотелось бы услышать вот в плане того, что, допустим, придорожный сервис какой-то развивается, он не развивается. Потому что, когда смотришь фотографии в интернете, да, людей особенно, мы к этому привыкли, у нас глаз замылен как бы, да? Мы даже не представляем, в каких тяжелейших условиях работают вот эти люди, которые перевозят грузы на далёкие расстояния из одного населённого пункта в другой, и тем самым обеспечивают жизнь и грузы, это, там, топливо, это продукты питания, это товары народного такого хозяйства назначения, да? Это может быть... Вот. Придорожный сервис, каким образом он развивается, и на что внимание как бы будет обращено? Потому что я так думаю, что на съезде наверняка у дальнобойщиков будет очень много вопросов и вот в этом плане, в этом ключе. Да, всё верно. Но на сегодняшний день уже в Министерстве транспорта Республики Саха-Якутия разработана концепция развития объектов дорожного сервиса на период 2017-2019 года. В ней предусмотрена генеральная схема размещения объектов дорожного сервиса, но в приоритете пока мы берём всё-таки это автодороги с наибольшей интенсивностью, такие как АМГА и МНАС. Но нужно всё-таки ещё понимать, что наша республика... Особенности нашей республики — это трудноступные населённые пункты и большие расстояния между населёнными пунктами. Поэтому Министерство транспорта предпринимается по сезону в автомобильной дороге. Предприниматели, как вы сами понимаете, они туда не пойдут, потому что они обычно обустраивают объекты дорожного сервиса ближе к населённым пунктам, чтобы подключить электричество, водостабжение. Нашим министерством предпринимается за счёт Дорожного фонда ведётся строительство дорожных ремонтных пунктов. Так, у нас уже построены три ДРП в Хану Момского района, посёлке Чукурда, Халай. А что такое ДРП? Это получается там, где дальнобойщики могут приехать, остановиться, починить машину, согреться и так далее. Дорожный ремонтный пункт. Дорожный ремонтный пункт. То есть в арктических северных районах, где мы не можем, там, получается, сезонные автомобильные дороги, сейчас строятся вот эти вот ДРП. И у нас данная программа продолжается, и мы уже до 2018 года хотим ещё построить четыре ДРП в северных арктических районах. Ну, а в принципе, по дорогам с твёрдым покрытием уже разработаны генеральные схемы размещения объектов дорожного сервиса. Ну, скажите, вот эти вот ДРП, да, вы говорите, всего четыре, а ведь их... К нам кто-то дозвонился, да, какой-то вопрос у людей? Так, в общем, мы говорим о том, что проблемы у дальнобойщиков, их очень много, и это не только качество дорог, да, это не только придорожный сервис. И вполне возможно, что будут какие-то и другие вопросы, но мы об этом поговорим через несколько мгновений, мы сейчас прервёмся на рекламу. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях представители Минтранса, и мы говорим о проблемах нашего дорожного хозяйства в преддверии первого съезда дальнобойщиков нашей республики. В этом съезде примут участие, в общем, дальнобойщики, они организовались в ассоциацию. Эта ассоциация, она, это общественная организация, их две этих организации. Кстати, вот нам позвонили. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры. Что будьте добры? Ну, у вас вопрос или предложение. Да-да, есть вопрос, 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 вопрос. По поводу содержания улиц, соответственно, армии. Это в Якутске? В Якутске, да. Это тоже, я считаю, федеральная, ну, насколько я курс, и федеральная трасса. Поскольку по ней дальнобойщики ходят и все остальные. Это в районе, это место там много лет уже, голдобины, которая засыпает песком через... Это в районе закона Якутского района водных путей. Там вот две канавины, подъехать и выпускать в ту сторону, и постоянно вот они сохраняются, и люди там, ну, собственно, архомедисты страдают. Нельзя проехать, там провалиться можно, если поедешь на скорости, то сломаешь колеса. Вот, а вот у меня такой вопрос. Это в районе, улице Советской армии, номер 190. То есть... На подъезде к Якутскому району водных путей. То есть по поводу ремонта вы хотите поинтересоваться, да, или как качество? По поводу содержания, ремонт, там какой ремонт, там часть головки и весь ремонт. Там засыпали без грани, хотя бы. Они песком засыпают, вот, и бросают в этом состоянии. И через полдня, там, через кучу, этот песок выбивается колесами, и ямок охраняется. Ну, спасибо огромное, что вы напомнили о нашей, как бы, ну, скажем так, вот, одной из проблем, когда в некоторой части города Якутска можно действительно заехать просто вот, ну, только на КамАЗе или на вездеходе. Вот так. Скажите, вот эти дороги, кто за ними там присматривает, за качеством ремонта? Да, спасибо большое за вопрос. По поводу вот автомобильной дороги, вот, на 50 лет октября, да, сказали? Нет, 50 лет Советской армии. Да, прошу прощения. Это все-таки автомобильная дорога находится в видении города Якутска, то есть там занимается МКУ главстрой и управление автодорогой Якутска. То есть я все-таки предлагаю вам обратиться в их адрес, потому что у них... Ну, хорошо, они обратятся. Вот с вашей стороны вы тоже как-то... Да, ну, нужно понимать то, что мы со стороны Минтранса предоставляем субсидии города Якутска на реконструкцию автомобильных дорог и строительства. А вы так жестко можете спросить, вот сколько денег вы потратили на конкретную вот эту яму по улице 50 лет Советской армии, и что с этой ямой, и, ну, в общем... Да, ну, мы можем спросить, но все-таки нужно здесь понимать то, что мы даем деньги на строительство и реконструкцию, а это все-таки относится к полномочиям городского округа города Якутска. То есть министерство транспорта не отвечает за данную дорогу. Ну, еще один вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый день. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый день, это Якутска. Пенсионер Иванович, покой, два. Очень нужна, необходимая передача идет, и очень радостно, конечно. У меня вот первый вопрос такой. Опыт... У нас в Якутии это есть. Научно-производственное объединение Якут-Алмаз, эксплуатация западной части, Миненское управление автодорог, и каждый район мы заключали договор. И у них было это, ну, современно сказать, сербис дальнобойщиков от села Ирюнхаята, побережье моря Лаптевых. И до Браска мы ездили, возили. И этот сейчас опыт... Можете вы, ну, как... И второй у нас вопрос такой. Вот техническое снабжение участков этих дорог есть или нет? Или как бы вы с ведомствами работаете, министерствами нынешними? Спасибо огромное. У вас все вопросы, да? Спасибо. Ну... Да, ну, по поводу первого вопроса, данный вопрос мы можем обсудить, да, в Министерстве транспорта у нас есть научно-технический совет, на котором можно обсудить данный вопрос и рассмотреть возможность возобновления, да, данного маршрута. По поводу второго вопроса... Нет, не то, что маршрута, там же имеется в виду по поводу сервиса. Ну, по поводу сервиса, вот я говорю, то, что у нас есть генеральные схемы размещения объектов дорожного сервиса, там тоже так же предусмотрено, вот, по автомобиленной дороге Горанс-Ленск, 1242-й километр автомобильной дороги Вилюй. Там предусмотрены уже объекты, точно сейчас километражи не могу вам назвать, но там уже предусмотрено новое строительство. И по федеральной автомобильной дороге Вилюи все-таки они находятся в ведомстве федерального дорожного агентства. У них тоже созданы вот эти генеральные схемы размещения. Если не ошибаюсь, тоже в Мирницком районе уже тоже предусмотрено новое строительство объектов дорожного сервиса. То есть это вопрос, по идее, уже решенный. Со следующего года... Осталось подождать. Да, осталось подождать. Уже со следующего года будет строиться. Ну дай бог. А по второму вопросу? По второму вопросу я хотел сказать то, что у нас действительно идет межведомственное заведение между органами исполнительной власти. В части объектов дорожного сервиса мы тесно работаем с новым министерством. Это Министерство институционного развития и предпринимательства. Они в рамках своей государственной программы развития предпринимательства выделяют деньги предпринимателям на открытие вот этих вот объектов дорожного сервиса, а также предоставляют микрозаймы. То есть у нас идет тесное сотрудничество с министерствами. То есть микрозаймы имеете в виду предпринимателям, которые... Предпринимателям, которые хотят открыть вот это вот дело. То есть я предлагаю все-таки сейчас данные о концепции развития объектов дорожного сервиса находятся на рассмотрении в правительстве, она в скором времени уже выйдет, поэтому все заинтересованные предприниматели могут зайти к нам на сайт в ближайшее время, посмотреть генеральную схему размещения объектов дорожного сервиса и посмотреть, на каком километре они могут начать строительство объектов дорожного сервиса и обращаться уже напрямую в Министерство института развития и предпринимательства. — Ну или в муниципалитет могут они в свой обратиться? — В муниципалитет могут тоже обратиться, потому что у нас все-таки это объекты дорожного сервиса предусмотрены по оригинальным и федеральным автомобилям дорогам, но по муниципальным дорогам мы рекомендуем муниципальным образованиям тоже создавать данные генеральной схемы, чтобы они могли обращаться уже напрямую в муниципалитет. — Хорошо, вот смотрите, да, у нас финансирование, вот вы говорите, идет, ну, скажем так, но в целом, да, на дорожную там отрасль, а вот деньги дорожного фонда, они как распределяются и могут ли, допустим, вот муниципальный, если, допустим, дорожный фонд, потратить там энное количество денег или так и есть на вот эту вот придорожную... — Нет, они, к сожалению, не могут, потому что у нас в соответствии с порядком предоставления средств из дорожного фонда у нас это будет нецелевым использованием средств. — Все понятно, значит, получается тогда только по линии... — Нет, да, только по линии Мининвеста. — То есть вот по предпринимательству, да? — Да, по предпринимательству. — По развитию это как бы субсидия там или что-то, да? — Да, да, да. — Скажите, пожалуйста, вот будет очень много организовано на съезде круглых столов. Вот какова тематика этих круглых столов? Чем будут заниматься люди? Сколько дней будет длиться съезд? — Съезд будет длиться один день. Вот с утра до обеда мы планируем провести два круглых стола. Первый круглый стол будет с участием контрольно-надзорных наших структур. По сфере последних изменений в кодексе об административных правонарушениях нам информацию дадут управление Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. По сфере контрольно-надзорной деятельности в сфере грузовых автотранспортных средств информацию нам коротко дадут управление Государственного автодорожного надзора. И также по налогам информацию даст управление Федеральной налоговой службы. Второй круглый стол у нас будет с участием представителей торгово-промышленной палаты. Там также будут участвовать представители лизинговых компаний. Потому что вопрос очень большой. В прошлом году мы проводили рабочее совещание с приглашением с набережных Челунов представителей КАМАЗа. Пришло очень много субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся грузовыми перевозками. По лизингу очень много вопросов было. И также по первому столу прямо в рамках 5-70 минут они дадут коротко информацию. И мы хотим провести в рамках вопрос-ответ. Потому что вопросов очень много. Изменений тоже в законодательстве у нас хватает. Поэтому все дадут информацию и в рамках вопросов. Ну вы знаете, удивительное дело вообще. Я просто как, ну скажем так, ну вот со стороны дальнобойщиков я сужу, скажем так. Вы говорите первый круглый стол, прям первый. Это вот налоги, это вот какие-то надзорные там дела. А вот в плане того, чтобы какой-то там, я не знаю, ну создать какое-то более-менее удобство какие-то элементарные для дальнобойщиков, для того, чтобы им было удобно как-то, ну просто хотя бы где-то встать там в этот карман, или как это называется-то вот эти вот у дороги, да? Где-то я даже слышала, что этих карманов даже нет. То есть им приходится как-то вот, чтобы не мешать транспорту там, как-то вот просто невероятным образом, проявляя там чудеса какие-то, какой-то там невероятной ловкости, вот этот КАМАЗ огроменный, ставить каким-то образом так, чтобы не мешать никому. Вы совершенно правильно ответили, там не только контрольные надзорные органы будут, но и представители управления автомобильными дорогами нашей республики и казенного предприятия республики Саха-Якутия, дороги Арктики. Они будут выступать в качестве экспертов. А, кстати, вот это вот, ну как бы предприятие дороги Арктики, оно насколько как бы эффективна его работа? Ведь недавно его создали, да, в общем-то, относительно? Да, два года. Действительно, они очень эффективно себя показали, потому что в северных арктических районах вот из-за аномальных погодных условий они очень оперативно справились. Действительно, в некоторых моментах были вот по Устянскому району проблемы, потому что не хватало дорожных техники, то есть как бы погодные условия дали о себе знать. Но у нас, у них уже в предприятии задействовано 129 единиц техники, еще планируется закупить 12 в этом году. И в целом уже планируется в следующем году передать им в правильное направление оперативного управления автомобильной дороги Нижнеколымского района, чтобы они сами уже следили. И, в принципе, они очень себя хорошо показали. Ну что, дорогие друзья, в общем, знаете, вот этот первый съезд дальнобойщиков, который объединяет сотни людей вот этой невероятно тяжелой, невероятно благородной профессии, и люди работают всю жизнь, кладут, можно сказать, свое здоровье на то, чтобы где-то в отдаленном селе было вдоволь, так сказать, и топлива, и продовольствия, и других товаров. Но то, что они собираются и обсуждают свои проблемы вот в таком вот составе, скажем так, на уровне министерств, ведомств, это, наверное, хороший знак того, что все-таки в этой области хотя бы что-то как-то куда-то сдвинется в лучшую сторону. Да, да, вы все правильно говорите. Мы надеемся, вот на съезде дальнобойщиков обсуждены все вопросы. Большое огромное спасибо нашим гостям. В студии у нас были представители Минтранса. Всего доброго!